Всем привет! И перед вами Debian 8 Наконец-то Он стал Stable Перед вами Свежайший Debian Со свежим Gnome 3 Так Откроем Nautilus Nautilus все больше и больше Начинает как бы Становиться Минималистичным Даже можно сказать терещур Минималистичным Файловым менеджером Это версия 3.14 И 1 Конечно Гном здесь не самый свежайший Но Довольно стабильный Я думаю что Если сравнивать Gnome Вроде бы версия 3.4 Была в семерке С первой Debian 7 Самая сырая Которая вышла То 3.14 будет гораздо стабильнее Гораздо шустрее Нажимаем На программу Клюревый эффект Не правда ли? Это набор софта Который входит в LiveCD Я вообще рекомендую устанавливать людям LiveCD Вы можете сразу запустить Debian на данном компьютере А потом его установить Тут на папке рабочего стола Папке Desktop Должна быть такая штука Install Debian Seed Только я не въехал Почему это Debian Seed Если Debian 8 уже вышел Вот Наверное это какие-то у них Непонятки При сборке Видимо да Потому что перед вами Debian 8.0 Джесси То есть это не Seed Джесси Seed Это Такая штуковина Которая всегда ломается Это плохой герой Он всегда в сломанном состоянии Вот Напомню что У Debian есть Stable Testing Он Stable Так вот Seed Это совсем даже не Не тестинг Это Более нестабильная вещь Видимо Не успели они тут все это поменять В следующих сборках поменяют Перед вами именно Debian 8 Джесси Последней сборки Скаченный с официального сайта Так Офис у нас здесь Libor Office Я именно говорю не про обычный CD Я говорю про Live CD Live CD уже идет С большим пакетом Программного обеспечения Чем Обычный CD1 Одно скажу Если вам нравится Debian Это не значит что Вы сможете его использовать без геморроя Потому что здесь многие настройки Например Установка Припитарного Видеодрайвера Только через терминал Здесь нет графического установщика Здесь нет Классического Пакетного менеджера Как Ну такого Простого Магазина приложений Как в Ubuntu Здесь Все таки Классический синаптик Если вам нужно установить приложение Вы просто пишите Upget install Конечно пишите Пишу Рут Должен пустить меня под Пусть Не пустил вы меня конечно Под Супер юзера Ладно Поплевать Попробую записать Запустить синаптик То есть Синаптик Видимо вообще не установлен В этой сборке Хотя должен Посмотрим Так Есть Синаптик Это старый Классический Добиановский Пакетный менеджер Вот он Здесь вы вводите Название пакета К примеру Хочу Кеда КДЕ Установить Да И он вам нашел К примеру Части КДЕ Версия 4 Там 14 Многое придется Здесь делать Через терминал Программное обеспечение Здесь все Свободное Даже Родной браузер Заменен На более Свободную версию Firefox Называется ICVSL Тот же самый Firefox Но с более Свободными Компонентами Тро Основывается у нас На Какой версии Лисы 31 Как бы я не ошибаюсь 31 версия Это у нас Версия с длительной поддержкой Более стабильная Чем там 32 33 И поехали До 36 Или 7 Уже Сейчас Скоро выйдет То есть Все программное Обеспечение Здесь Свободно Поэтому Некоторые Программы Точнее Драйвера Могут Отсутствовать Или быть Заменены Свободными Версиями Допустим Если вас устраивает Свободный Видеодрайвер NVIDIA Или Intel Вам не обязательно Ставить Коммерческий Правда При коммерческом Может быть конечно Лучше идти Игр Или еще что-то Все-таки Вы можете сюда И Steam Установить Беда в том Что Бывает так Что Не работает Wi-Fi По той причине Что Просто Тот данный Драйвер Он просто Напристо Отсутствует Его нет Поэтому Его нужно Подключать Отдельный Репозиторий И устанавливать Non-free Вроде Я не помню Как он там Точно называется И устанавливать Эти Дополнительные Программы Компоненты Оттуда Или же Можно воспользоваться Сторонним Репозиторием К примеру Там Кто-нибудь Сам собрал Репозиторий Сборки Скайпа Свежие Скидывает Там Каких-либо Браузеров Вот Вы можете Без всяких Проблем Превратить Debian Напихав Сюда Всяких Коммерческого Софта Превратить Превратить В ту же Самую Ubuntu Не имею Ввиду Вообще По своей Структуре В Ubuntu В Unity Сюда Не поставите Хотя Можете Собрать Наверное Если он Есть В свободном Доступе Можете Конечно Собрать Вот Что сказать Гном Очень шустрый По сравнению С тем Что был В седьмой Версии Весь пакет Весь пакет Гном Софта Ритм Бокс Пати Эволюшн Огромный пакет Программ Еще раз Повторяюсь В обычном Сети Его Может не быть Это Live CD То есть Вы Ищите Live CD На сайте Смотрите Что была Ваша Архитектура Или i386 Для 32-битных Более старых Машин Или x86-64 Или как некоторые Пишут AMD64 Ну и Графическую Оболочку Перед вами Классический Это Гном То есть В обычном Точнее В стандартном Комплекте Всегда идет С гномом Но Вы всегда Можете Скачать XVSA LXDE И KDE Как говорится На вкус И цвет Товарищей Нет Даже Игры Есть Это у нас Тотем Программа Для Просмотра Видео Добавлю Что если Вы хотите Корректно Просматривать Видео Желательно Использовать Все таки VLC Потому что Тотем Может конечно Работать Не так Корректно Потому что Здесь все таки Используется Слишком много Слишком свободное Программное Обеспечение Понимаете Вот Столман Когда видит Дебиан Он кончает Фонтаном Просто Дебиан Пью Пью Потому что Это Оплот свободы На самом деле Свободное Программное Обеспечение В то время Как Ubuntu Немножко Начало Все больше Становиться Коммерческой Отказываться От каких-то Свободных Компонентов Закрываться Вжиматься В себя То есть Вместо Виоланда Использовать Мир Вместо Классического Гнома Использовать Юнити Хотя Они могли Форкнуть Гном 2 Сейчас Уже Космонавт Марк Жалеет О том Что Он этого Не сделал Потому что Можно было Форкануть На примере Мотэ Гном 2 И слепить С этой Болочки Просто Ну Все что Угодно Итак Ну Вы Все таки Решили Использовать Деби И вас Уже Предупредили Что Здесь Кое что Придется Докачивать Кое что Придется Устанавливать Не так Как В Убонду И Что Вы делаете Когда Вы Вы Нажимаете Сюда На Файловый Менеджер На Утилус Нажимаете Нет Дег Стоп Нажимаете Установку Установка Дебиан Есть Пошаговая Там Все Рассказано Как В графическом Режиме Устанавливать Как В текстовом Классическом Режиме И В том Случай Если у вас Проблемы С Вайфаем Вы Заходите Или в группу Вконтакте Там Где Фаны Дебиана Или Можете Даже Зайти На Какой Нибудь Форум В Интернете И спросить Ребята Они вам Скажут Что тебе Нужно Установить Какой Вроде Называется Firewire Вроде Вот так Называется Каждая Версия Пакета Под определенный Класс Сетевых Карт Допустим Допустим Доходите Модель Свою Там Написано Ваш Wi-Fi То есть Как сам Ваш драйвер Как ваше Устройство Называется Ну и Устанавливаете Перезагружаетесь У вас Работает Уже Wi-Fi Вот Так Здесь Все просто В принципе С Ubuntu Точнее Все то же самое Можно делать В Ubuntu Но То что В Ubuntu К сожалению Немножко Не все В плане Того что Все таки Нет Такого Крутого Магазина Вроде бы Как Ubuntu Софтвары Центр Присутствовал Вроде бы В шестом Дебиане Я замечал Что он там Был Что меня Дико Веселило При том Что старая Версия Была От 10.04 Наверное Ubuntu Тут его Уже Нет Но После Дебиан Когда вы Перейдете На Ubuntu Вам все Это будет Казаться Детским Вам будет Хотеться Вести Эти команды В терминал Самому И будете Кричать Фу Школьники Говнодрочеры Говнюки Вонючие Виндузятники Недоделанные Мать Машу Нигеры Засранцы Вот так Вы будете Кричать Конечно Лучше Этого Не делать Потому что Ubuntu Многие Устанавливают Для того Чтобы Не заморачивать За всем этим И иметь Актуальный Софт Дебиан Устанут люди Которые Не критичен Турбо Актуальный Софт Им Интересна Стабильная Работа Настроить Сервер Чтобы это Все Работало Длительное Время Стабильно Вот Или же Просто Компьютер Который Он не хочет Долгое Время Мучить Тем более Это Rolling Дистрибутив И обновиться На следующий Дистрибутив Никаких проблем С этим Нет Тем более В Дебиан Вы всегда Можете Сделать Из дистрибутива Нестабильный То есть Вы берете Добавляете Нужные Репозитории Делаете Пару Еще Лишних Движений И Просто Обновляете На совсем Свежий Софт Или же Можете Частично Обновиться Вот Я всегда Хвалил Дебиан Я считаю Что это Очень Классный Линукс Недаром На его Основе Много Еще Основано То есть Прошу Прощения И Он Является Один Одним Из самых Старых Самые Классические Линуксы Это Слаквар Физики Извращенцы Пользуются Это Конечно Прикол Это я Пошутил Потом Редхат Это Такие Коммерческие Кроты Которые считают Что они Все-таки Свободные Люди Не буду Я не люблю Редхат Потому что Им Это такой Политизированный Дистрибутив В некоторых Странах Из-за того Что У них Считается Штаты Что там Сидят Диктаторы Нельзя Пользоваться Вот я Живу В Белоруссии Получается Мне нельзя Пользоваться Редхат Да и Хрен на Него Ну И Дебиан Спасибо За внимание Спасибо Что Смотрите Мое Видео Попробуйте Данный Дистрибутив Надеюсь Он вам Понравится Субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры